Добрый день! В программе «Обратный отсчет» сегодня три темы, и все они связаны с культурой. Сто лет назад в Витебске, в Белоруссии, родился Илья Серман, выдающийся литературовед и историк литературы. Он окончил филологический факультет Ленинградского университета, участвовал во Второй мировой войне, а в 1949 году был арестован по обвинению в антисоветской пропаганде и приговорил он за клевету на национальную политику советского правительства к 25 годам заключения. Спустя шесть лет, выйдя на волю, он возобновил научную работу. С 1976 года Илья Серман в Израиле, где стал профессором кафедры русской и славянской филологии университета в Иерусалиме. В его научном наследии труды Аламоносове, Державине, Батюшкове, Лескове, Достоевском. 125 лет назад в городе Плоньск, Варшавской губернии, родился Йосеф Будко, график и живописец. Традиционное еврейское образование, полученное Йосефом Будко в юности, и религиозная среда, в которой он воспитывался, наложили своеобразный отпечаток на его творчество. Искусство он учился в Вильнюсе и в Берлине. В 1933 году Йосеф Будко поселился в Эра Цесраэль и спустя два года стал директором школы искусств Бецалель в Иерусалиме. Творчество Будко определялось еврейской средой, в которой он вырос и которую вновь обрел в Иерусалиме. 125 лет назад в галицийском городке Бучич родился Йосеф Агнон, выдающийся израильский прозаик. Он начал писать в восьмилетнем возрасте на иврите и иидыш. До своего отъезда из Бучича опубликовал около 70 произведений. В 1907 году Агнон отправился в Палестину, уже достигнув к тому времени некоторой известности. Его очаровал Иерусалим, где традиционное еврейское окружение и атмосфера, насыщенная историческим прошлым народа, давали пищу его творческому воображению. Почти все его произведения проникнуты глубокой верой в святость народа Израиля и его страны и насыщены мессианскими чаяниями. Агнон – первый писатель, писавший на идаше и иврите, удостоенный Нобелевской премии по литературе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok